всем здравия я роман головин хотел бы сегодня с вами поговорить о способе одном из способов разрешения своих проблем многие из нас находятся в современной жизни с нашими стрессами проблемами нехватка времени нехватка энергии и нас часто засасывает матрица в систему да то есть мы погружаемся в систему нам не хватает времени дети работа и так далее со временем мы понимаем что мы стали ленивыми у нас нет время медитировать у нас нет время правильно питаться мы заметили что мы растолстели да еще какие-то проблемы и так далее вот сегодня я на своем примере и на примере своего друга расскажу как можно решить проблему то есть банальным простым вообще не духовным методом и очень действенным методом информация будет необычная для вас может быть даже кого-то шокирующий ну на то они лекции как бы на тонную жизнь чтобы скажем так испытывать разные вещи на себе у меня есть проблема да что я люблю поесть я уже это много раз говорил своих лекциях неважно я могу на средине весе 110 килограмм а можно как бы на обычном питании держать себе в руках и весить гораздо меньше то есть это зависит от количества потребляемой пищи и от естественно программы человека которая у него заложена на тонком плане так вот когда начинаешь много работать когда решаешь проблемы там не успеваешь спортзал там какие-то нагрузки неимоверные на мозг и всегда хочется разгрузиться да как разгрузиться пришел там поставил какой-то интересную передачу свою там взял поесть что-то свое любимое да то есть на любом питании есть какая-то любимая пища но к сожалению она не вся полезная тем более в большом количестве даже полезная пища может быть вредной в большом количестве а моего друга есть проблема он курит как бы да то есть не может бросить курить и очень давно курит и таким образом мы как бы вместе рабы я раб с еды как бы получается на сегодняшний момент времени а он раб сигарет до табакокурения кто-то имеет игровую зависимость кто-то там онанизмом занимается не может остановиться кто-то еще что-то не может бросить так далее наркотики так и так далее тому подобное мы с ним просто поспорили банально как бы за что вот до нового года я должен весить 90 килограмм а он должен бросить курить да то есть но 90 килограмм для меня это вот фактически нижняя граница как бы то есть там совсем уже все плохо становится если ниже там да там висят морщины появляются щеки висят скажем так кости торчать начинают потому что кость широкая лопатки развернутые как бы да то есть кости везде торчат там тазовые кости торчат то есть уже некомфортно да то есть везде есть свой предел там и толстным быть плохо да не презентабельно выглядишь и худым тоже не очень когда вот я был на фрукторианстве люди писали вот речь какой-то там сыроед непонятный там ну так далее растолстел там вот там товарищ на вы там выглядите неестественно там и так далее то есть и так плохо и так плохо всегда должна везде быть золотая середина да то есть еще раз я подчеркиваю что в питании должна быть золотая середина в работе в отношениях каких-то и так далее то есть мы должны понимать что в маленьком количестве это лекарство в большом количестве это яд то есть золотая середина везде во всем и таким образом где-то наверное уже месяца полтора я худею а он бросает курить постепенно ну вот у нас срок до нового года и до нового года я должен весить 90 килограмм как бы он должен не курить и таким образом мы друг друга поддерживаем то есть если вы я сам задался и скажем так да конечно если я бы сам настроился тоже все возможно все зависит от силы воли если лень нет ли лени у человека опять же это методика очень действенная скажем так для тех людей которым чуть-чуть не хватает чтобы кто-то толкнул их там либо сущности дам да либо кто-то еще то есть мы допустим поспорили да если допустим мы про спорим то то мы должны там пробежать там по главной улице своего города в стрингов красных там да там по центральной улице то есть никто не хочет проиграть когда то есть все скажем так будут естественно идти к своему результату то есть если вы слабы в чем-то да если вы не уверены в своих силах если у вас что-то не получается сделать вот берете близкого друга которого в котором вы уверены заключаете с ним пари он что-то не может сделать там и вы что-то не может вот заключаете с ним пари как бы все заинтересованы чтобы это не случилось как бы да и идете к этому результату но всегда нужно понимать что всегда есть обратная сторона медаль время то есть можно неправильно выбрать время и испортить себе здоровье но это в плане похудения допустим в моем примере да или там допустим человек резко бросает курить это очень плохо тоже удар для организма то есть все должно быть планомерно медленно качественно и так далее то есть вот я например да за полтора месяца похудел на 10 килограмм ну по некоторым видео это уже видно как бы до что процесс пошел как бы вот и так далее но все виде видео они в разно в разнобой выходят на канале какие-то видео сняты там три месяца назад какие-то четыре месяца назад какие-то я там снял неделю назад поэтому вот это видео как бы даже снимается на на момент когда я сбросил 10 килограмм и еще надо сбросить получается 14 килограмм то есть дохожу до такого веса как вода и уже фиксирую дело в том что мы живем и зачастую как бы со стороны себя не видим ну как-то привыкаю же к себе родственники близкие привыкают там даже поел побольше ну расстался тел чуть-чуть потом смотришь на себя в зеркало через два месяца хочу случилось то где набрал эти два десять килограмм то есть понимаешь да что было очень много стрессов в твоей жизни вот у меня в моей жизни например до последний год очень очень такой сложный один из самых сложных был в моей жизни но не считая того что мама умерла когда-то но это такой тоже психологический период именно имеется ввиду что я прошел через те вещи через который я раньше никогда не проходил для меня это очень сложно было принять решение ответственное решить эти вопросы пережить то что я пережил как бы и вот связи с этим конечно да набрал очень много килограмм кто-то пьет кто-то курит у кого-то семьи распадаются я набрал вес как бы да то есть мне не стыдно признаться там да вот я говорю у каждого есть свои проблемы и если у меня был так вот все получалось был так вот все раз я бы на нажил на другой планете когда поскольку мы все живем планете земля естественно каждый из нас преодолевает какие-то сложности я хоть и учу многих людей там питаться как правильно еще что-то делал я все прекрасно понимаю как надо питаться что надо есть что не есть как бы и так далее но есть желание есть программа есть потребности и исправляясь что ты или не справляешься тоже скажем так вещь которую нужно учитывать если допустим живя там в размеренной жизнью где-то на кипре как бы да это все легко сделать один да когда уже есть определенные там до обязательства перед семьей там перед работой еще перед кем-то там да и так далее то есть много сразу всего как бы да и все в одно и то же время то естественно иногда думаешь блин вот прямо как еще мой организм как бы еще выдерживает на самом деле тогда там не сердце там да инфаркт не получила даром либо инсульт какой-то не случился поэтому все программа все зависит программа от нашей сущности и вот на своем примере я хочу призывать тех людей которые не могут что-то сделает там да допустим начать медитировать нормально до бросить есть там бросить курить бросить пить там онанизмом за него по спорте с кем-то просто по спорте чтобы у вас скажем был дополнительный стимул конкретный стимул и таким образом да вы уже понимаете что вы себе минимум уже 90 процентов результата заложили этим спором с каким-то человеком на что вы после этого и сделайте себе такой спор чтобы вы понимали что если вы это не сделаете но это просто вообще плохо будет позор как бы и очень очень плохо в конце как бы этого спора и у вас шансов просто никаких не будет не сделать это после того как он допустим да по моим ощущениям вот первый месяц очень тяжело то есть хочется есть там особенно когда привык работаешь работаешь а ты вспоминаешь что надо поесть там буквально там ну семь восемь девять десять вечера то есть фактически когда ты ешь утром чуть-чуть и вечером много и ты понимаешь что ты ничего не можешь сделать там пару тебя личного нету время у тебя нету все это делает естественно как бац там все пришел на кухню что-то нашел там что успел приготовить съем на этого недостаточно то есть даже на средине все равно много чего надо готовить и тратится кнут значительное количество времени когда ты понимаешь что ты должен работать там и так далее то есть если тоже планку поставил и вот за вот этой ширмой когда много-много чего хочется сделать ты начинаешь забывать как ты выглядишь потом смотришь елки-палки я же таким никогда не был то есть тоже некий какой-то эксперимент произошел некий опыт набрался до негативный скажем тогда и уже когда человек в разных апостасях попробовал себя там и худой и толстый там на таком питании на другом питании потом обратно переходишь да естественно я перехожу постепенно обратно на средние я уже давно говорил когда приехал россии что я специально откатываюсь на вегетарианство чтобы через какое-то время когда все стабилизируется переходить скажем так обратно сыроедение когда все более-менее будет стабильно и вот намечается период времени когда уже пора переходить то есть уже пришли к такой черте что я понимаю что дальше уже просто некомфортно находиться в таком состоянии в таком теле и надо что-то делать и вот просто случайно так осенило мы решили с другом поспорить как бы он плюс себе сделает жизни я себе плюс сделаю и таким образом понимаешь что минус 10 килограмм уже комфортно уже легче нагибаться там в ванную залезать там легче двигаться и так далее ну помимо того что каждый человек должен знать по программе как ему питаться можно какую-то руну прописать и так далее а я еще все время с дуру себе руна наоборот прописал чтобы не худеть когда был на сыр и на фрукторианстве на кипре и потом понял что я зря это сделал потому что в одном климате одно в другом климате другое нужно это понимать и вот такой интересный спор получился очень надеюсь что мы вдвоем выполним никто не будет скажем так показывается непристойное поведение поэтому ну я бы как бы мог бы сейчас еще быстрее ускориться как бы похудение но я понимаю что но слишком резкое похудение как бы она приводит к тому что очень много морщин появляется да все таки уже с возрастом и коллаген и эластин они так выделяется как у молодых людей которым там 15 лет вот или меньше вот если вы имеете своих детей как бы вы видите да какая кожа гладенькая нежная без пятен там без прыщей структура у нее очень такая да то есть она эластичная тургор хорошей кожи когда берете да то есть обратно кожа складывается очень хорошо то есть это говорит о том что идеально просто кожа ну с возрастом если вот вы возьмете экспериментом мало совсем маленький ребенок там побольше потом себя возьмете там своих родителей которым там под 60 70 лет там и может у кого-то дедушки бабушки есть 80 90 лет но и вот сравните кожу и увидите что со временем как многие вещи в организме перестают работать полноценно медленнее там клетки меняются медленнее вырабатывается и гормоны по-другому уже работают они в том количестве вырабатывается и так далее то есть это специально все запрограммировано поэтому даже если ходеете нужно понимать как это нужно делать с чувством с толка с расстановка не слишком очень быстро иначе будут определенные проблемы поэтому сегодняшний мой пример думаю будет многим полезен может использовать в своей жизни я думаю чтобы во первых а это будет интересно для вас б вы достигнете свой результат ну и плюс еще всегда есть рядом сущности которые могут тоже это осуществить пишите свои комментарии удачи всех благ я думаю что было интересно до свидания